За более чем 300-летнюю историю отечественного флота в его состав входило несколько поколений кораблей, носящих имя «Гремящий». Один из современных корветов и сейчас под этим именем в любой момент готов приступить к выполнению боевых задач. 29 декабря был поднят в городе Санкт-Петербург на северной верфи. За этот год экипаж пережил достаточно много интересных вещей. Они прошли в ходе испытания более 30 тысяч морских миль. Это говорит о многом. То есть прошли испытания, все сдали на хорошо и отлично. Пройдя порядка 15 морей, два океана. Представители Ленинского отделения боевое братство Владимир Песоченко и Николай Орлов, а также депутат Совета депутатов Олег Федоров поздравили экипаж боевого корабля «Гремящий» с годовщиной поднятия флага. От лица Совета депутатов Ленинского городского округа и как член боевого братства хочу поздравить наших моряков с небольшим, но все-таки ярким событием. Во все времена под этим именем ходили одни из лучших кораблей, защищали рубежи нашей родины. И всегда, во все времена одним из лучших считался именно корабль «Гремящий». От лица боевого братства хочу поздравить боевой корабль «Гремящий» с годовщиной поднятия флага на борту. Пожелать вам успехов в выполнении боевых приказов, где есть победа и результат. Я уверен, что экипаж «Гремящий» продолжит славные традиции этого знаменитого корабля. Поздравляю еще раз вас с днем корабля и с наступающим Новым годом. Стоит отмечить, что история сотрудничества между нашим муниципалитетом и «Гремящим» началась в 1996 году и продолжается в настоящее время. Наша дружба длится достаточно давно. Начиная с Северного флота, это 1996 год, когда были подписаны соглашения с эскадренным миноносцем «Гремящий» 956 проекта и Ленинским районом Московской области. Тогда подписали со стороны корабля, подписал командир капитан первого ранга «Белкин» Виктор Леонидович, а со стороны Ленинского района Василий Юрьевич Голубев. И с тех пор эта дружба не заканчивается. На сегодняшний день «Гремящий» находится во Владивостоке. По своим техническим характеристикам фрегат уникален. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближайшей морской зоне. Славные традиции и важные имена на флоте не исчезают бесследно. Они продолжают жить стараниями поколений моряков и кораблестроителей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Леонид Щукин, Видное ТВ.